Правильный вопрос был в начале очень задан Кто по любви пришел сюда? Это очень правильно Кто первый раз пришел, ребят? Поднимите Раз, два, три, четыре, пять Девчонки, первый раз у нас пришли Молодцы А из мужиков никого первый раз нет? Раз, два Но пока четыре-два, ребят Женщины, как всегда, лидируют А знаете почему? Сейчас, хотя я очень доволен, молодняк, вы ребята молодцы Молодежь преуспевает, работает Я смотрю, сейчас мужчин прибавилось Меня это честно очень радует Очень радует, не может не радовать Раньше был стереотип такой, что В МЛМ обычно приходят только женщины 80% Ну слышали об этом Говорили, даже компании были ориентированы только на женщин Сейчас ситуация меняется Но объясню почему Видите, все равно ситуация сейчас 4.2 Новая 4.2 Маленький нюанс Вы знаете о том, почему женщины больше или быстрее приходят? Не знаете об этом? Что женщины быстрее принимают решения? Слышали об этом или нет? А? Нет Проверите, эмпирическим путем чисто проверите Насколько быстрее женщины принимают решения А вы знаете, насколько важно, чтобы женщина приняла решение Когда вы предлагаете бизнес ее мужу Если она примет решение Если он нет, это значит 100% да Да, девчонки? Да Без вариантов на самом деле Он еще об этом не знает, но он уже попал, правда? Потому что если женщина чего-то захотела Лучше это дать Иначе она все равно это возьмет сама Правильно? На самом деле женщина работает И у нее доминирует эмоциональный Интуитивно-эмоциональный фон То есть она работает и реагирует больше на эмоциональный всплеск И когда она что-то слышит Или она какую-то информацию узнает То гораздо больше имеет значение то, как говорили Чем то, что говорили Я прав или нет? Да Или я ошибаюсь? Правильно Ну, потому что приблизительно, когда пытаешься выяснить информацию Спрашиваешь Слушай, ну что там было? Презентация на автосалоне, на выставке, на празднике Праздник, шоу, машины стоят Ну что там были за машины? У женщины спрашиваешь Что за машины были? Что тебе? Какая машина понравилась? Там разные Мерседес, BMW, Audi Красненькая Какая-какая? Красненькая Она была самая яркая Но это лирика На самом деле Спросил об этом из я Потому что мне очень нравится Что в нашем бизнесе сейчас приходят и женщины, и мужчины И я очень благодарен тому, что вы Среди вас очень много молодежи Это большая благодарность, в первую очередь Ребятам Саше, Загрунину, Константину Молодцы Меня это очень радует Почему? Потому что я сам начал в этом бизнесе Я считал, что я был очень-очень молодым Самым первым, наверное Мне это оказалось Саша Поперем Мы были одного года 21 год Я начал заниматься системой бизнеса И я не пожалел ни разу Сейчас мне 37 Уже, в принципе, страшно сказать Уже 15-16 лет практически Но я вам скажу о том, что Меня, когда я услышал о сетевом бизнесе Мне было 13 лет Вообще, я раньше Когда я услышал Когда только появились компании Знаете, какая компания была? Кто знает Какая компания первая пришла на рынок? Гербалайф Гербалайф Одна из первых Мы услышали о Гербалайфе Даже Амвей был позже Амвей пришел позже Пришла компания Гербалайф И знаете, что меня потрясло? Моя сестра пошла на презентацию Этой компании Она пошла послушать И приглашали на работу Поднимите руку Есть среди вас те, кого пригласили на работу? Есть такие, да? А, сегодня нет, вообще Другие сетевые Ну, другие сетевые Поднимите руку Кого на работу в сетевой компании приглашали? Есть такие? Да, другие, да Приглашали, да? Но здесь уже тертые волки, да? Вас никто сюда на работу не приглашал Или есть те, кого пригласили на работу? Есть такие? Нету Ну, что значит, асы? ас, и уже ничего не могу сказать. Почему я об этом говорю? Когда я пришел первый раз, на первую встречу в сетевую компанию, туда попала моя сестра и мать. То есть я судил о ней как. Они пришли и стали возвращаться, по возвращению говорили, что это какие-то путешествия в разные страны, можно зарабатывать не какая-то ограниченная зарплата, а невероятно большие суммы. Я был настолько рад за свою сестру, я искренне верил, что вот оно, состояло счастье. Упало с неба, при том, что тогда было тяжелые времена, я думаю, неужели теперь заживем? Думаю, вот это лафа. И я стал ждать, когда же сестру примут на работу, и она начнет грести деньги лопатой. Но что-то не происходило. Я неделю подождал, два, три, я не вижу, где деньги. Где лопата, где ведра счастья, которые они мне рассказали. В конце концов, вышла такая ситуация, что я сам попал на презентацию. Но когда я пришел на презентацию, я был просто в ауте. Потому что для этой презентации я первый раз услышал о чудодейственных продуктах, которые просто инвалиды встают, слепы, прозревают. Понимаете, да? Люди, не умеющие летать, начинают летать, отдыхать, по крайней мере, в другие страны. Но вы не поверите, ребят. Больше всего меня поразило то, когда мне стали рисовать кружочки. Но это было уже в третьей компании, или в четвертой. Потому что в той компании, на которой я пришел презентацию, была так приблизительно. Прошла презентация компании Herbalife, и началась сразу презентация компании New Ways. Почему один и тот же человек ввел презентацию, он закончил одну и сказал, что он тут зарабатывает 200 долларов. Но чтобы вы понимали, в 91-м году 200 долларов это были деньги, которые... Ну как сейчас вам описать, сколько это? Это как 20 тысяч гривен сегодня, приблизительно. Вот так это воспринималось с нами. 200 это свободный человек. Это был первый мой урок, в котором я понял, что одной попой, знаете, говорят, на двух лошадях седали еще не хватит. То есть я понимал, что что-то здесь не то. И та хорошая, и та хорошая, что же выбрать? Но меня поразило другое. Там начали рисовать заветные эти вишенки. Вам рисовали вишенки, нет? Нет? Конечно. Пацаны не просто, наверное, понимают, о чем речь, не все идут. Кружочки рисовали вам, кружочки, под ним еще кружочки, еще кружочки. Вот вы знаете, в это вы не поверите, наверное. Но меня это так поразило. А знаете почему? Здесь можно не колбашить самому. Я настолько ленивый человек, я когда насмотрелся, как работали у меня папа с мамой, уходя в... У меня отец работал, он вставал в 4.30 утра, а приходил в пол первого, чтобы вы понимали. Вот такая была работа, он был водителем автолавки, чтобы вы понимали. Это нужно было развести продукты по селам. Он на базе в Орсе затаривался ночью. Фактически, да? И вез по районам. Я обожал с ним ездить, но он меня не всегда брал. Понимаете, да? В силу чего? Потому что в 4.30 утра, как бы, у меня были и другие задачи, и садик, и тому подобное. Но тем не менее. Он очень быстро выработался. Он очень быстро потерял здоровье. Он имел массу проблем со здоровьем. Но меня поразило в тот момент не это. Я о здоровье тогда не думал. Меня поразило то, что человек рассказывал, который был в презентации, он рассказал, что, ребят, если вы 3-5 лет здесь усиленно приложите усилия, то через 3-5 лет вы действительно станете свободным, и вы сможете зарабатывать очень приличные деньги. Вы сможете иметь то, о чем вы мечтаете. И вы знаете, это единственная информация, которая меня поразила из всего, что я слышал. Почему? Когда мне было 6 лет, я рассказывал своим родителям такую историю. Потому что, когда я вырасту, я непременно начну зарабатывать большие деньги. Куплю большой дом с озером. Отец любил рыбалку. Он сможет там рыбачить. Куплю ему машину, потому что он мечтал о машине. Он собирал на нее всю жизнь. И, к сожалению, умер, так и не купив. Я не успел этого ничего сделать. Он ушел гораздо раньше, когда мне было 19 лет. И я очень так нервно, напряженно смотрел, как он собирает эти деньги. Я не разрешал ему брать оттуда. Он откладывал. У нас была копилка на машину, он откладывал туда деньги. И когда я им это рассказывал, они, конечно, как родители. Когда вы рассказываете им, о чем вы мечтаете. У всех родителей все принимают. Ну, мои делали так. Молодец, хороший парень. Фантазер, правда, да? Ну, так криво, ну, мочит вообще. А ну, давай еще, что ты там будешь делать? И я им как сказку, знаете, в этой истории. Вы знаете, я сделал один важный вывод из этого всего. Не бойтесь быть фантазерами и сказочниками. Когда ты сказку повторяешь эмоционально, и она тебя вдохновляет, она обязательно реализуется. Потому что все, что я говорил тогда, я реализовал. Все до буквы буквально. Беда была только одна. В том, что мои родители этого не увидели. К сожалению. Отец ушел в жизни, когда мне было 19, мать ушла, когда мне было 22. На тот момент. Я уже пришел в клуб, и правда, практически год уже пытался что-то делать. Она наблюдалась этими попытками. И у меня было одно. Я уже тогда понял, что я на правильном пути. Я уже могу. Она всю жизнь мечтала поехать в Париж. Я обещал ей, что я реализую эту поездку. Самое большое, что я из этого вынесу, ребят, у кого живы родители, понимите. Я вас поздравляю. Помните, на сцене, кто был на встрече, вам говорили о том, что вы сможете отдать долги своим родителям. Слышали эту фразу? У какой-нибудь из вас есть иллюзии, что работая на работе, вы сможете отправить своих родителей в долгосветное путешествие или мать в Париж? А были ли у вас мысли о том, что вы можете не успеть ничего этого сделать? Если вы продолжите заниматься тем, чем вы занимались раньше. Если вы делаете что-то, что не приносит вам ожидаемых результатов или ничто, или если это не меняет вашу жизнь, у меня один вопрос, зачем вы этим продолжаете заниматься? Этого нельзя делать. Я вам говорю на личном опыте. Мне казалось, что я начал рано. И я не успел. У вас есть шанс начать и сделать это вовремя. Потому что здесь, сейчас, с той базой, которая есть у нас, это все реально сделать за 3-5 лет. Никогда не верьте, когда вы идете в сети и вам говорят, вот, ребята, подождите, через 3-5 месяцев, год, и вы станете миллионерами, состоятельными людьми. Ребята, состоятельными людьми, относительно того, что вы есть сейчас, вы станете. Это 100%. Однозначно. Но независимость и хороший пятизначный доход начинаются через 3-5 лет. при усиленной вашей работе. Это абсолютная реальность. Некоторые мне говорят, ну что, 3-5 лет, чтобы зарабатывать 10-15, это, наверное, долго. Я говорю, скажи, пожалуйста, а там где ты работаешь, через сколько лет это реально? Как правило, ответ не через сколько. А есть люди, которые занимаются традиционным бизнесом? Или занимались, есть такие? Опыт, да? Вы знаете, что больше всех и быстрее всех этот бизнес понимают те, кто поработал традиционно. Вот те люди, как ни странно, часто мы думаем, что люди, у которых есть деньги, этот бизнес им не надо, им не предлагать. Есть такой стереотип? Как вы думаете? Вам никогда не приходило мысль в голову, что, наверное, те, кто зарабатывают, наверное, сеть им вообще не нужна. Они, наверное, вообще этот MLM серьезно не воспринимают. Были такие мысли? Ну не стесняйтесь, говорите, были или нет? Да были, были, конечно. Стоят бизнесмены здесь? Раз, два, три. Поднимите руку, бизнесмены. Так вот, я сейчас озвучу одну мысль, они мне скажут, прав я или нет. А вы знаете о том, что традиционный бизнес поставить легко. Легко, если у тебя есть деньги. Один маленький, если у тебя есть средства, его поставить легко. Ну то есть, в принципе, товар купил, помещение, если есть, оплатил или аренду, или снял. Персонал нанял. И мантулишь с утра до вечера. Вроде бы легко все, да? Ну и повторю вам, если повезет. Чтобы вы понимали, в традиционном бизнесе, вот все, очень многие люди неверно понимают сетевого маркетинга. Им кажется, что в сетевом маркетинге какая-то статистика необычная, что его все отвергают. И здесь процент людей, которые состоялись, очень маленький. А в традиционном бизнесе, значит, процент людей, которые состоялись, очень большой. Вот здесь нет бизнесмена, можете у них поспрашивать, сколько рядом с ними, когда они занимались бизнесом, их коллега валило и перестали заниматься своим бизнесом. И сколько их закрывается через 2-3 месяца после того, как они открываются. А некоторые в том же месяце, когда они открываются, которые ва-банк, на один месяц идут. Только разница в чем? Там они своими деньгами рискуют, они их положили. И персонал, которого нанимают. Есть люди, которые наняты? По найму работать? Есть такие? Поднимите рукой. Вот в отличие от бизнесменов, вы ночью можете спать. Потому что вы пришли, отработали, и ваш бизнес на этом кончился, когда вы вернулись домой. Уже вашего бизнеса нет. А у бизнесмена, когда он вернулся домой, его бизнес продолжается. Потому что вы спите, а у него мысль идет. Как там? А что там? А что завтра? А будет или не будет? А как оно произойдет? Так вот, процент выживающих в традиционном бизнесе, он не больше, чем в сетевом. Это вам одна из аргументаций, почему этим стоит заниматься. Только риски. Чем вы рискуете здесь? Поправить свое здоровье? Ну, я думаю, риски минимальные, да? Дай Бог, чтобы это был самый большой побочный эффект. Но самое интересное, что касается традиционного бизнеса, почему я в свое время отказался от него, когда пытался им заниматься. Когда я просчитал, слава богу, что в молодости мне хватило мозгов, когда я просчитал, что мне нужно для того, чтобы удвоить свой доход, который я получаю в своем бизнесе, то я понял, что в сутках оказывается 24 часа. То есть 48 никак не получится. Реально. Это уже второй день начинается. Проверено. И самое смешное, что тот бизнес традиционный, который ты открываешь, зачастую, одна точка, один вид деятельности, один доход, его доходов не хватает, чтобы открыть такой же подобный. Понятно? Смысль понятна? То есть система создана сейчас таким образом, что если ты хочешь увеличить свой доход хотя бы в 2 или в 3 раза, твой уровень капитализации, если кто понимает, о чем я говорю, должен составлять ровно троекратный, двухкратный старт. То есть тебе нужно в 2-3 раза больше денег. Понятно? А их надо где-то взять. А где их взять? Да работаю. Да зачем, ребята? Да ну что вы? Кредит! Зачем сетевой? Вы что? Некоторые люди, я прошу обратить внимание, думают, что в сетевом маркетинг стоит сходить, чтобы заработать денег и открыть традиционный бизнес. Я сейчас просто объясню один момент. Это избавиться от геморроя нетрадиционным способом научить других и заработать денег для того, чтобы лечить его потом операционным способом, оперативным. Понимаете? То есть, если вы уже решили свой геморрой, зачем вы зарабатываете на операцию? Если вы в сетевом маркетинге заработаете деньги, которые позволят вам открыть традиционный бизнес, вам никогда не захочется это делать. я проверял. Когда мы заработали первый пятизначный доход в сетевом маркетинге, мы стали думать о том, а куда нам стоит вложить деньги. В банк мы их не вкладывали принципиально, мы уже прошли эти погребушки. В банке можно хранить только в трехлитровой деньги, чтобы вы понимали. Есть те, кто еще в банке хранит? Депозиты держит, все остальное? А? Есть, да? Вот запомните, в банке никогда не лежат ваши деньги. В банке лежат деньги банкиров. Ваши деньги находятся у вас, при вас. Всегда. Это правило тех, кто понимает, о чем я говорю, умных. В банке деньги могут храниться только в одном случае, если этот банк твой. Кто не понимает, потом как-то будет еще тема. Но у нас сейчас о другом. Так вот, когда мы стали зарабатывать эти деньги, мы пришли к выводу, что может куда-то надо вложить. Вот когда мы просчитали все варианты, куда вкладывать деньги, то вывод был очень печальный. Для того, чтобы заработать столько же денег, сколько мы зарабатываем здесь, нужно иметь стартовый капитал, ну, хотя бы на уровне 150-200 тысяч, ну, так по-среднему, да? И при этом нужно будет постоянный контроль 24 часа в сутки. То есть 24 часа в сутки и мне нужно будет этим заниматься. Если здесь я могу 3-5 раз в год поехать куда-то отдыхать, понимаете, да? То в традиционной схеме я еду отдыхать вместе с бизнесом. У вас есть такие знакомые? Бизнесмены есть? Понимаете, пацаны, о чем вы говорите? Он бизнесмен на отдыхе. Знаете, такой акцент на отдыхе? А, что? А, а, что? Есть такой очень классный анекдот, когда вы будете работать с бизнесменами. Это так, чтобы разрядить обстановку, как нас говорят. Очень классный анекдот. И тогда в сауне сидят 5 пацанов, бизнесменов, крутые олигархи, на столе, значит, они парятся всем, сидит один, на столе крутая мобила, вверх, сидит, раздается звонок, он берет телефон, говорит, алло, да, да, что, новую шубу? Да, слушай, какие проблемы, ради бога, ты же знаешь, ты где-нибудь, да, ну, бери, пожалуйста, не вопрос. кладется, через 2 минуты опять звонит, он опять отвечает, алло, а, что киса, бриллианты, ну-ка ты, какие проблемы, бриллианты, не вопрос, ты деньги знаешь, да, ну, все, ну, давай, через 2 минуты, опять, алло, маму, куда, на лечение, далеко, куда, да, ради бога, куда хочешь, пари, не вопрос, пари, пожалуйста, все развлечения, ну, деньги знаешь, жди, да, ну, все, давай, пока, так, ребята, слышь, пацаны, в сауне, ну, вы задрали уже, в натуре, чья вобила, приблизительно так отдыхает бизнесмен, только у него, это шутка, у него немножко другие звонки раздаются, там сгорело, там полетело, там колесо лопнуло, там заменить, там это, а его на месте нет, и приблизительно выглядит это так, нервный человек, снимается на камеру, в итоге, да, вот, у него фотографии с отдыха, женой, где лицо пытается улыбаться, с обезьянкой, с женой, там, и раз, приехал, и все, и у него уже на четвертый, пятый день уже думает, ближе, как бы вернуться скорее, потому что у него уже неспокойно, что там с моим бизнесом происходит, сталкивались? Так вот, ребята, поздравляю вас с тем, что здесь этого никогда нет, когда вы здесь едите отдыхать, самый уникальный бизнес, наверное, на земле, сетевой, по одной простой причине, для того, чтобы его развивать, нужно много путешествовать, то есть, чем больше вы путешествуете, тем больше новых людей вы встречаете, и верите, здесь даже не надо бегать по улице, и хватать других за руки, что людей отталкивает от сетевого, как вы считаете? Есть один секрет успеха, очень волшебный, спириотип, как вы думаете, какой есть важный секрет успеха в сетевом, чтобы состояться? Вот один из важных. Вот когда, я имею в виду, когда вам говорят, что это сетевой бизнес, это очень не солидно, это неприятно, это... Есть такие люди, которые вам говорят, что сетевой, это вообще... Это несерьезно, ты занялся, это очень несерьезно. Понятно, что все, что они делают, это гораздо серьезнее. Есть такие, встречались? Что говорят вам несерьезно. Как вы думаете, почему такое восприятие? Потому что они думали, что это очень навязчиво. Умница. Совершенно верно. А еще почему? Неправильное информирование. А еще почему? Когда-то очень давно, когда вышел главный рынок сетевой маркетинг, то люди это зрели, как навязчивые люди и продажники. Проходят и продают постоянно. Да, совершенно верно. И такой момент был. Но лохотронов. Давайте я озвучу вам самую главную причину. Эта причина поможет вам, очень серьезно поможет вам развивать свой бизнес. Одна из самых главных вещей. В большинстве случаев неудачники хотят взять. Успешные хотят отдать. Когда вы встречаетесь с человеком, у вас всегда есть две цели. И что бы вы мне ни рассказывали, если у вас не получается, надо отключить эту составляющую. Мы приехаем, мы порвем, мы всех возьмем. Мы возьмем, мы порвем. А я сижу, всегда говорю. Пукан вы порвете. В первую очередь. Я еще раз говорю. Я высказываю свое субъективное мнение. Лидеры имеют право, другие со мной не соглашаться. Но есть горькие такая штука, как жизненный уход. Если ты приезжаешь брать, рвать и уничтожать, ребята, от деструктивной энергии не бывает созидания, ничего не строится. Не надо приходить брать, рвать, забирать. Ребята, всего во вселенной на всех хватит, поверьте. Проверено. Вот сколько бы хлебных ларьков не открывалось, верите, откроется еще 150 и найдется количество потребителей и для них. Вы верите мне, что это да? Весь вопрос только в качестве выпечки и все. Будет нормальная выпечка и, поверьте, и на новых еще 20 найдутся люди, которые будут брать. Согласны с этим? Да. Поэтому поверьте. Я секундочку, ребят, пройдите там под стеночку, туда дальше. Ваших людей, друзья, Ваших друзей никто не может никуда взять. Они останутся с вами. Если у вас один должен быть критерий, я повторюсь, но он самый-самый важный. Никогда не приходите в бизнес отнимать, забирать и брать. Во вселенной есть закон, который пока еще никто его не поменял. И есть законы, хотите вы этого, не хотите, понимаете вы, не понимаете, но они работают. Как только вы начнете отдавать, вам начнет приходить. А что значит отдавать? А что вы можете отдать, когда вы приходите в сетевольт? Время. Знание. Знание. Время? Ну я согласен, вы можете отдать время. Вы можете дофига времени отдать. Но вопрос, насколько ценным это будет для человека, то, что вы отдадите время. Ты что, я же тебе столько времени отдал! Ирод, а ты даже не подписался, сволочь! Ну приблизительно я вам озвучу, но эмоции такие. Я ему, знаешь, на вопрос, хотите ли знать больше, несчастная жертва имела свою глупость сказать «да». И ближайшие три с половиной часа она узнает.